всем привет меня зовут виктор и мы продолжаем играть ведьмак 3 дикая охота так поговорить со старостой штейгером и какая беда случилась деревне так причем я буду говорить я маленько помедитирую потому что у меня нету ласточки а без ласточки это беда так поговорить где я вообще нахожусь где это кто и а я у это я здесь в общем на болотах так чё по заданиям то у меня чё по заданиям блин так хозяйка леса это не то поговорить а ну значит это по вот этому квесту да ну погнали 275 чё нам кабанам не привыкать у меня нахожусь а вот я побежали побежали геральт не тормози ты староста да нужен ты мне еще бить тебя чего у нас тут а чё вы все от меня прячетесь то я вас бить что ли никого не собирался все таки сразу за голову хватаются и мое блин а где староста то чудище с болот а ты староста и мое почтение приятная деревня нодек просто жемчужина болот раз вы так говорите и как тут живется от зимы до зимы узнаешь стилет да сударь и знал что вы им принадлежите я никому не принадлежу ладно к делу мне надо побыстрее с этим разобраться я должен помочь тебе рассказывай что стряслось коротко и по делу война пробудила старую силу злую силу тормится на пролитой кровью кошмары снятся в ночи на нему люди спящие выходят из дому и не возвращаются от деревом на шепчущем холме лежат непогребенные отцы сыновья дочери матери люди их тронуть боятся вот туда и отправляйтесь надобно прогнать темную силу и все мне нужно больше сведений лучше сами взгляните еще про бабка меня палка била за то что балан дался по шепчущему холму а у что там сейчас пару раз окрестные мужики собирались хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла да только ни один не вернулся земля под травой белая от людских костей вы жуть это нагнал жуть это нагнал леса не знают что это за сила они все знают старая текла говорила мол это кара их не потому как люди их не уважают иные же их ведьмами зовут только какие же они ведьмы раз вас прислали я пройдусь по шепчущему холму токма осторожнее сударь не думайте что легко будет легко будет ли легко да ладно а по на на ночь было нарваться на этих полу дурков так а у меня чё там стоит меч опять затупился смесли ты любишь пизделей получать что ли ну ладно рад что не разочаровал так надо тогда тебя сразу починить а есть ли чем есть да хорошо это мало ли сейчас еще какие-то полудурки попадутся сейчас по дороге еб твою мать утопцы утопцы я не хочу с вами просто драться так что отвалите чё я уже к месту подхожу да вот кто-то там ревет слушайте что-то там ревет такое дай-ка я листочек соберу хероси дам чё а я зачем ты это сделал чутье живот это вот это что ли чудо-юдо тут орёт ты духа кто тут базарит ее мать уходи охренеть не приближайся да пошли откуда пришел откуда я вот не чую но что иди сюда сюда иди птица ой ты не птица ты же ты же волчара а чё зеленым то у меня все горит экран горит падла мощный какой но здоровый бучара силы что меня хранят знаю откуда пришел я тоже знаю откуда я пришел так что твали сука здоровый то вот лось здоровый блин кобыла такая прям но адак он хилится что ли этот мудень дождем хилится стоп стоп подожди тогда здесь чем-то в другом причина да то есть раз он хилится это же не дело он же не должен хилиться то какого лешего-то он хилится я же его так и не замечать заметил а чё дни не получается зачерпнуть что ли ну давай зачерпнем все так не но я узнал что их убивает только это что-то мне как-то это особо то вообще не помогло так подожди я мне надо масло тогда посмотреть алхимия надо сделать масло против волка лака так стоп подожди место надо бестиарий глянуть бестиарий так волк а про волка лака чего ничего не написано вот волка лак счет поможет лунная пыль в бою поможет чертов гриб масло против проклятых масло против проклятых давай-ка мы сейчас попробуем это масло сделать масло против вот 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 я могу его сделать хорошо теперь рюкзак так это масло против проклятых куда мне тебя добавить сюда 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 ничего никуда тебя добавить не могу так как оплите использовать нанести его на клинок во время боя вот он да ну-ка подожди давай а стоп вот так окей серебро хоть бы хер вообще по деревне блять вообще хоть бы хер что-то у тут какая-то другая подвох какой-то другой не ну не может он это такой кабан здоровый быть скорее всего в чем-то в другом причина между нами разница это практически нет можно до волков сперва всех по умотать муж волки ему силу просто придают потому что ну как-то странно но и я блин 8 уровня он 8 уровня такое чувство что я с каким-то это черепом деруся который намного выше меня тоже быстрый переход есть голос доносится изнутри дерева ну ладно голос я и и чего мне блять ну стой там же вон пещера есть да ну значит нам туда дорога значит нам туда дорога ребенок 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 медальон дрожит это место силы так я уже это выучил его место силы это скорее всего сейчас туда пещеру что-то ты сразу-то не сообразил с волколаком начал драться мериться с ним кто кого по моему так вот она пища это все хорошо так стоп подживет так так хочу здесь уже надо здесь заплыть таки барабаны стучат как 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 Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу, я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть лихарем. Могу помчаться. Могу их спасти. Только я. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Туда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. Вард Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Если ты сможешь спасти сирот на поляне, я помогу тебе. Я найду их. Освобожу. Вызвали меня из тюрьмы. Кровь мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, С белизной моих костей И с резвым скакуном. Дикий резвый скакун, Что пасся на угах, Темный, как бестонный колодец, Черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все. Приди и принеси. Да уж. Я стану с ним одним целым. Как тогда? Когда я жила, Мы будем, как вихрь. Ничто нас не удержит. Диких коней Ты найдешь На заливных лугах. Где я найду твои останки? Мои кости почили В одинокой могиле. Ступай на запад. Это недалеко. Я соберу все, что нужно, Чтобы тебя освободить и вернусь. Собери и принеси К провалу в холме. Туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце. Пусть льется кровь. Я буду съедена, Чтоб снова Возродиться. Возродиться. Ступай И вернись через вход, Который я открыла. Ну, слава богу. Чтоб не это. Побыстренько мы сейчас Все запендерим. Так, что нам надо? Кости найти или что? Что нам? Кости духа Запертого подшипчущим холмом. Кости. Ну, еще надо скакуна найти. Ох ты ж, блин. А че, а че я уровень-то до сих пор не апну? Умение персонажа. А так, у меня тут что-то еще разблокировалось, да? Ну, давай так, это следующий уровень. Точно удары увеличить шанс нанести. Вот. Тебя. Тебя мы и выучим. Так, че здесь? Водяная баба. Ну, врод тебе. Вот ты скотина. Ты не баба, ты скотина водяная. Ух ты ж, сволочь. Еще и занырнула. Веруй ты, ёпта мать. Оттоварю эту падлу. Куда? А не дохера ли ты там на себя взяла? Кобыла горбатая. Ага, ага. Че? Куда? Сваливаешь? Вот сволочь. Да, блядь. Стоять. Точнее, лежать. Точнее, лежать. Блин, че-то глаз чешется. Так, че из... О. Подожди, надо же в пятку нажать, че-то это. Так, а че, я же чутье могу, наверное, прошарить тут, да, местность или хер? Найдите кости духа, запертого подшепчущим холмом, используя ведьмачье чутье. Ну, вот я его использую. А, вон они, они. Странные кости. На человеческие не похожи. Укрутить. И сесть на нее. Аксем. Ну, ладно. Аксем-то как всем. Геральт, скалолаз. Вон они, они. Кобылки. Че, промазал? Все. Погнали на шепчущий холм. Забуксовали, да? Пошла. Пойди. А, мне ж надо в это там, в пещеру эту прелик привести ее, да? Вот сюда. Отдохни. Отдохни. Я готов. Мы можем начинать. Дай мне полететь на крыльях ворона. Пусть мои кости упокоятся среди перьев. Все это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. Возлагаю перьев ворона. Когда-то я была свободна. И снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью. И снова буду плотью. Во-вы! Мех! 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 я жива освободи детей я спасу их я всегда держу однажды данное слово чудесно ну пойдем медальон дрожит это место силы на всякий случай пока не ходите на холм но работу я выполнил не может быть что там такое поселилась поверь этого тебя знать не стоит так что ж вы сделали что я сделал на холме это мое дело и то правда что я в этом понимаю ведьмы или как ты называешь хозяйки леса велели напомнить тебе о платье говорят ты знаешь о чем речь знаю давайте к стиле сейчас вернусь вот и плата передайте ее хозяйкам зачем ты это сделал потому как таков уговор вы здесь чужой не знаете как тут живется а это справедливая плата за заботу значит все эти уши в лесу не думайте об этом суды вы отсюда уедете а нам тут жить так же как нашим детям и внукам элен никакие боги не хранят ни один владыка это земля ничейная кто хочет выжить сам себе господина ищет как пиздмен ухо отхерошил себе нож вот они они хозяйки да вы в живую тоже другие никак на габели не но ну принеси принеси а не разглядывай ты снова выказала непослушание обычно мы прощаем твари но ты не уследила за детьми они не хотели отсюда уходить им здесь нравилось они играли ты понесешь суровую кару а сейчас молчи мы хотим поговорить с белоголовым я узнаю этот знак это она жена барона из в ронец она не принадлежит никому из людей внутри нее зрел плод плод от семени того кого она ненавидела мы помогли ей она согласилась служить она носит наш знак она наша но ведь тебя интересует другая женщина говори белоголовый я выполнил свою часть уговора очередь за вами мы никогда не нарушаем слова девушка мышиные волосы так их называют худая истощенная напуганная бедяшка еле держалась на ногах мы заботились о ней как могли как о собственной дочери оказалось она слишком своевольная строптивая упрямая и самолюбивая я не верю вам говорят что вы всегда держите слово так расскажите мне все так как было расскажем храбрый юноша мы знали что придет кто-то особенный и прочли это по зверинным внутренностям мы видели ее образ как рябь на луне она шла со стороны болот мы не сразу поняли что ворожба указывала именно на нее дитя старшей крови посеянное зерно что взорвется огнем она пришла прямо к нам в руки старшая кровь не классно диянки что еще за 5 за нее бегать она спит как ягненок нечего ты не телится кто у нас рыб в косле захочет нам нельзя она предназначена ему получит ее имя их но не всю верно мы хоть попробуем стопы отрежем на бульон пойдут лучше некуда у меня слюнки текут будь по-твоему иди о девчонка ты еще пожалеешь вернись 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 он ушел вы это не вот Продолжение следует... 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 погнали к барона расскажем ему про жёнушку заодно меч подремонтировать надо либо купить ремонтный комплект а если пи с медведем то что она станка ржана кровообороны возможно похищен тут найдет ее скажет и искать ждет высокая награда господин так ну-ка я могу помочь покажи что барыш что у тебя есть на продажу так это у тебя гамбез нет меня интересует так это у нас чего броник броня это не то это не то что мне нужно хера у него золото 3 600 а подожди я что-то могу продать тут ничего полезного было так у тебя красный люд есть еще барыжа я хочу посмотреть твои товары тоже броник да тоже броня броня мне не нужна у тебя ну чем пришел есть весть о твоей жене так что ж ты сука сразу не сказал где она почему ты ее не вернул она на кривоуховых топах нашла себе там стол приют и занятия кажется и там хорошо ты должен был вернуть ее а не проверять как она там устроилась ты хотел ее найти я ее нашел о большем мы не договаривались думаешь я законченный выродок а и сам во всем виноват да так я и думаю может для вас ведьмаков мир и правда черно-белый только обычных людей он состоит из оттенков серого моя история тому свидетельство ты наверное скажешь что не ты один виноват ну давай рассказывай о том что у нас была любовь с первого взгляда в битве под анхаром мне копьем плечо раздробили на меня перевязывала когда я оклемался попросил ее руки она моя расплакалась отчасти скоро тамара родилась а меня фольтест отправил в цедарис на помощь королю этой ну воевать с каким-то разбойничьим атаманом потом еще заварушка еще одна дома я редко бывал война наш опьяняла как водка мы с ней так друг дружки привязали что даже дома я не мог с ней расстаться ну хорошо что было дальше я воевал на разных фронтах получал жалования анетта одна сидела целыми месяцами позже я узнал что она была не так уж одинока ее почти три года утешал какой-то эво друг детства пес бы на нем ездил понимаешь сука если бы она один раз загуляла я рукой махнул но она мне годами рога наставляла в гробо навидал и меня и мою любовь как ты узнал вернулся домой однажды и не нашел ни анны нее вещей только письмо написала мол меня не любит уходит к этому шлепку и забирает с собой тамару я думал прям там кончусь я поехал к нему хотел только девочек домой забрать а как его увидел что-то вселилась меня завалил паскуду от рябуху его бросил псам надо думать она была не в восторге это сука мягко сказано устроила истерику бросалась на меня легалась царапалась наконец за нож схватилась я если бы не уклонился так бы и зарезала меня вот тогда я впервые ее и ударил не знал как успокоить но и вот с того дня все переменилась она несколько раз пыталась убить себя и меня доводила до того чтобы я ее ударил кричал мол я убил в ее жизни любовь лучше бы ее саму убил я тысячу раз прощения просил я цветы подарки и хоть бы что через два года злостью перешла в равнодушие но вот временами то у нее приступы безумие случались то я с пьяный класс чуть устраивал не знаю как мы выдержали столько лет так что как видишь не все было так как могло показаться с самого начала и про вина лежит на вас обоих рад что ты это понимаешь ну ладно если не хочешь привести а ну домой расскажи хотя бы как она там очутилась на этих болотах она заключила договор с ведьмами и и вероятно у нее помутился разум какой нахер договор она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьму они обещали помочь взамен она должна провести у них год на службе ведь мы сдержали слова как понимали по-своему то есть она наверное думала что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет но ведь мы просто довели ее до выкидыша думаю тогда она и начала сходить с ума кроме того ее связали магическими путами которые причиняют ей боль если она пытается нарушить договор договор с ведьмами звучит как скверная шутка надо ее оттуда вытащить делай что хочешь на меня не втягивай таскаться по болотам и путаться с ведьмами чистая глупость так что делать то сидеть сложа руки и ждать пока она сама вернется я пошлю туда людей я сам с ними пойду и вытащим ее я тебя предупредил а как ты поступишь дело твое я свое слово сдержал теперь ты держи свое то слово дал на чем бишь я на вас напал василицк да да ну и здоровая же была скотина этот раз нам уже не вывернутся если я не выживу бери из замка все что захочешь выживешь ну тогда покажем этой сволочи я я я Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Ну и отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это вы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит ты с ними теперь? Может еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять время, ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. А мы что, не на это? Не на ведьму охотимся разве? Так, боже, это... Побыстрее бы... Разметать их. Картина. Пам. Ну и че сейчас будет? Что это такое? Нет. Мамаша. Мама. Это правда она? Нет. Это невозможно. Что даже можно с этим сделать? Ведьмак. Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Где эти твари? Видимо. Видимо. Ты... Прекрасное... кироси разрубила его нормально но без сволочь сука здоровая лосяра от тебя 3 по тишинам Блин, он только сейчас еще и напиндюрит меня. Блин, не осталось уже. Опа, сука. Сука, ну вы-то че не нападаете, а, урода. Сука, ну вы-то че не нападаете, а, урода, урода. Сука, ну вы-то че не нападаете, а, урода. Блин. Прекрасное тельце, мускулистая, аж слюнки текут. От тебя смердит страх. Ты испортишь нас. Что это было? Похоже, бес. Ведьма нас почуяли и послали ему за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Посмотрите на меня. Ведьмак, ты в этом разбираешься, скажи, что, что с ней? Когда я был тут в последний раз, она выглядела иначе. Должны быть ведьмы наложили на нее какие-то чарты. Ты сумеешь их снять? Нет, пока не узнаю, что это. Она же тут не одна жила. Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Разве что и Васик. Кто? Ну, паренек-отшельник, живет на топе. Я знаю, он иногда здесь крутился. Мог и заметить что-нибудь. Пойдем к нему. Он не любит чужих. Лучше я один схожу. Подождите здесь. Сперва мне нужно весь лук собрать. Я что, зря что ли тут сражался, чтобы без лута уйти. Что тебе надо? Еще один красавчик. Так, что с беса-то выпало. Так, надо сохраниться и... Помедитировать. Так, очко опыта появилось, окей. Пойдем. У Ивасика спросим пивасика. Да, это... Слышите, отвалите нахер. Там вообще неохота с вами тут. Эээ, вы что, Ивасика тут оккупировали, твари? Да я вам сейчас за Ивасика тут... Глаз-то на жопу натянул. Где там это? Бобище. Да что б ты, падла. Пополам разрубила. Ну, вот. Ивазик! Ивазик! Здесь его нет. Что-то случилось. Надо посмотреть, может он где-то прячется. Давай, сейчас мы при помощи ведьминого чутья, ведьмачьего чутья его найдем. Да. Зайти к Васику и узнать, что с Анной. Так. Куда ты тут сваливал свежие следы? Ивазик побежал туда, он спасался от чего-то. Ивазик, проснись. Что? Кто? Ой, ведьмак, но ты меня и напугал. Я уж думал опять эти вредные бабы. Я убил нескольких возле твоей норы. Ведьмы их наслали в наказание. Помнишь ту безумную тетку, которая заботилась о детях? Бабушку? Ясное дело, помню. Я нашел ее в деревне ведьм. Ее обратили в чудище. Ты знаешь, что с ней случилось? Она случайно просыпла в залу маковые зерна. Ну, я пришел помочь отделить их. Мать-природа дала мне маленькие ручки. Так что мне проще. Перебираем, работаем. Бабушка что-то там плетет. И вдруг, как завопит, у нее на руках знаки стали светиться. Она закричала, чтобы я прятался. Влез я в сундук. А мигом позже вошли ведьмы. Пряха отрезала бабушке прядь волос. И сказала, что это в наказание за детей. А потом ведьмы спустились вниз. Через дверь в полу. Ты так и сидел в сундуке, покуда ведьмы не ушли? Я собирался. Сиди тихо, говорю себе. Пока не уйдут, не шелохнись. Как вдруг бабушка упала на землю, как подкошенная. И начала вопить и рвать волосы. Я не знал, что делать. Вылез из сундука. Хотел дать ей тех травок, которыми она лечила детей. Только это уже была не она, а чудище. Так ты дал ей травы? Не успел, потому как ведьмы вернулись. Я упал на колени. Умолял, чтобы они ее простили. Но кухарка сказала, Мальчик не слушался. Нельзя говорить «нет», если сестры говорят «да». Ошибтуха на это. Беги, Ика, маленький, пока у тебя ноги не сгнили. И все начали смеяться. А я дал деру. Попробуй разобраться с этим погребом. Думаю, это ключ к тому, что стало с бабушкой. Поможешь ей? Может, еще не слишком поздно. Спасибо за помощь. И удачи. Взаимно. А если тебе по дороге еще встретятся эти водные вавы, накостыляем как следует. От моего имени. Ну, конечно. И Васик. Так, что надо еще тогда? Еще надо. Скотина. Нехорошо. Да уходи ты. Не хочу я время на драку тратить. Так, надо. Что за что? Что за что? Да. Да. Ты узнал что-нибудь? Уже все как я и думал. Ведьмы наложили на твою мать проклятие. Они отрезали у нее прядь волос, а потом спустились вниз. в таком случае не будем терять времени идем я пойду вперед если наткнусь на что-то интересное я скажу хорошо видеть видите так обворовать обворовать книги 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 еще где подвал-то елки полка вон спрыгивайте а 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 во имя вечного огня в жизни столько не видел знаешь что это выглядит довольно гнусно это обряд черной магии колдуньи заклинают кукол чтобы получить власть над человеком они вплетают в них человеческие волосы значит мы можем освободить анну с помощью куклы которая изображает это единственный способ но очень рискован видишь волосы вплетены предметы вещи это как бы символы людей надо найти куклу анны и забрать ее отсюда раз это так опасно значит придется выбрать правильную куклу с первого раза я за это не возьмусь я не знаю ты разузнал о ней больше тебе проще выбирать ну давай взглянем на куклы это интересно куклу с каким-то цветком что мне и такого это не какой-то цветок а фиолетовая мальва барон как-то обмолвился что это любимый цветок анны думаешь это та самая кукла я уверен возьму ее быстро наружу мама ты вернулась теперь все будет хорошо родная я убираю она бредит она не понимает что происходит ты еще очень слабо тебе надо отдохнуть не послушайте ведьмы я до конца должна была оставаться чудовищем вы расколдовали меня и теперь я должна уйти ведьмак о чем она говорит ведьмы нас перехитрили их проклятие смертный приговор его невозможно снять по крайней мере так чтобы она осталась жива можно было ненадолго прервать его но она осталась в силе что что это значит она она умирает хорошо хорошо видеть вас вместе прости меня за все за все прости мама доченька помнишь как мы были на ине помню мы мы ели сладкие сливы а на тебе было голубое платье и ты сплела мне венок и мы все время смеялись такой меня и запомни нет ну я благодарю тебя по крайней мере они с ней попрощались жаль я больше ничего не смог идем дитя вечный огонь принесет тебе успокоение оставь меня плату заберешь во вроницах это не боялись я знаю но от этого не легче со временем боль уйдет хотелось бы так ну что наверно на этом все сегодня мы закончим продолжим уже в следующем выпуске всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте ваши лайки пишите ваши комментарии и до новых встреч